День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня вновь программа Культ Просвет. По пятницам мы вместе с вами уже многие годы, если я не ошибаюсь, уже восьмой сезон по счету, пытаемся найти общее культурное пространство. И я думаю, что нередко нам это удается. Здесь в студии бывали гости, которые сами в своей работе, в своей идентичности, в своей карьере как раз олицетворяют или показывают, может быть, даже утверждают, что это общее пространство возможно, что искать его нужно, но оно существует. Это не фикция, это не фантазия, это, возможно, сумма наших желаний быть вместе и в то же время сохранять то, что мы можем быть различными. Различными по своим политическим, культурным, скажем, реакциям, убеждениям. Может быть, у нас разные идентичности, у нас разные вероисповедания, мы живем в разных социальных пространствах и географических, но так или иначе мы все являемся частью латвийского общества. Но, к сожалению, как раз те самые вопросы, которые много лет назад мы записали в джингли нашей программы «Мы живем рядом, но живем ли мы вместе», стали очень актуальны последние несколько месяцев. И мы хорошо знаем почему. Мы знаем, что 24 февраля стала цезурой. И цезура, которая перевернула мир с ног на голову, тот мир, который был до 24 числа утром, перестал существовать. И мы даже в какой-то степени начинаем привыкать к тому, что живем теперь в обстоятельствах войны. Вот совсем недавно, вчера вечером в Академии художеств открылась выставка петербургского художника Даниила Вяткина на эту тему, на тему обыденности войны, на тему того, как мы привыкли к этой войне. Если у вас будет время, сходите, посмотрите. Выставка в Академии будет открыта для публики до 26 мая. Однако одна выставка, несколько интервью или концерты, они не могут показать нам всю динамику, всю глубину ситуации, в которой мы сами находимся здесь, в Латвии. Именно поэтому я сегодня решил позволить себе некоторый эгоизм. Я решил не приглашать гостей, а решил побеседовать с вами в формате, может быть, некоторого монолога, который когда-то был нам хорошо известен в период зума и в период карантина, но теперь, когда мы можем снова выходить на улицы, общаться друг с другом, кажется, что мы отвыкли и перестали слышать друг друга. И раньше-то у нас со слухом было неважно. Мне кажется, что на протяжении 30 лет разобщение латвийского общества только росло. Об этом я как раз сегодня хотел бы и порефлексировать. А мой коллега-звукорежиссер Евгений Копеин обеспечит нам техническую сторону сегодняшней нашей беседы. Как уже вы слышали в предыдущем выпуске новостей, за несколько минут до начала нашей программы, движение за освобождение от советского прошлого предполагает сегодня в 18 часов провести мероприятие, митинг, шествие. И это движение предполагает в качестве одного из приоритетов, одной из целей освободить латвийское культурное пространство от памятников советского прошлого. Параллельно с этим информация в Делфи и в других новостных агентствах вчера свидетельствовала о том, что это движение выдвигает и не только, скажем, культурно-архитектурные цели или политические цели, допустим, освободиться, по их мнению, от советского прошлого именно в материальной культуре, в памятийной культуре. Речь идет о памятниках и всевозможных вариациях на эту тему. Но движение это выдвигает также и определенные требования для нашего будущего. Увы, судя по всему, разобщенного будущего, потому что это движение решило, что оно в состоянии определить, кто лоялен и кто нет, и выдвинуло требования латвийскому правительству принять ряд законодательных актов, которые определяли бы механизмы того, как можно мерить лояльность, и тех, кто не лояльны, согласно будущему, пока еще не существующему закону, тех, кто не лояльны, тех можно лишить латвийского гражданства, выслать из страны и также запретить быть кандидатами в выборах на различные, или занимать различные посты в самоуправлениях или в госслужбе. Мы можем сегодня пофантазировать на тему того, как можно мерить лояльность, или мериться лояльность у кого лояльнее, но я думаю, что, в принципе, это, конечно, в здравые времена, во времена, когда общество не болеет повсеместным, скажем, воспалением сознания, это было бы из разряда каких-то странных, забавных причуд политики, ну, еще один спазм радикального национализма. Причем мы хорошо знаем, что радикальный национализм, вульгарный по своей природе, ибо он упрощает мир, делает его черно-белым, он существует и на стороне латышской, условно говоря, общественности, и на стороне нацменьшинственных групп. Мы хорошо знаем, что этот национализм, национализм, который не уважает ни избирателей, не игнорирует, как бы, или, скорее, нет, наоборот, я думаю, я ошибся, игнорирует реальность, создает свое собственное такое забытие, такое, знаете, закулисье, зазеркалье. Этот национализм существует и существовал, по сути дела, с начала 19-го столетия. В современном латвийском обществе, начиная с 90-х годов, национализм стал, по сути дела, единственной возможностью, единственным каналом или трамплином для того, чтобы попасть во власть. И здесь, я думаю, мы будем повторяться снова и снова, и в какой-то степени я чувствую, что я поднимаю старые архивы своих передач, или, может быть, просто я становлюсь старым и усталым, и я просто цитирую сам себя, некоторая форма, может быть, политического отчаяния или скорби, но я вижу, что я начинаю повторяться, когда говорю о том, что национализм – это всегда разделение. Национализм, особенно в 21-м столетии, – это игнорирование глобальной, мультиэтничной, мультикультурной, мультирелигиозной реальности. Национализм, когда он смешивается с понятием патриотизма и нации, он очерняет оба понятия, он их заражает радикализмом, он заражает их упрощенной реальностью, тем, что мы называем популизм. Все больше и больше в нашем обществе распространяются и циркулируют теории заговоров. Мы потребляем эти теории, параллельно мы не видим, но мы их создаем, воссоздаем, распространяем, мы их украшаем, они становятся все более яркими, все более привлекательными, там появляется все больше и больше драмы или, может быть, даже некоторого мексиканского сериала. Все это могло бы стать риторическими фигурами, и я думаю, кто-то из вас мог бы спросить, а неужели не нашлось другого ведущего на сегодня 12 часов? Неужели нет другой темы, чем заполнить эфир? Я думаю, что мой сегодняшний монолог – это в какой-то степени попытка, наверное, освободиться от того, что я вокруг себя начинаю видеть реальность, которая перекорежена, которая изменилась до неузнаваемости, и зеркала либо разбиты, либо там глубокие трещины, и я начинаю терять возможность воссоздавать целостность образа нашего общества. Я не понимаю, вернее, я понимаю все менее и менее, где я нахожусь. Какая-то связь наша с реальностью еще существует даже после начала войны. Но латвийское общество стремительно скатывается в хаос, и я думаю, что мы начинаем постепенно терять грамматику нашего языка. Я не говорю о латышском языке или о языках национальных меньшинств. Не будем забывать, что в Латвии нет латыши и русских, в Латвии более 160 этнических культур, а мы в своем упрощенном сознании постоянно создаем этот водораздел. Водораздел удобный, в принципе, не для нас, а для политиков. И я ощущаю, что тот самый образ единого общества, который столь необходим нам, потому что это путь в общество Западной Европы и либеральных ценностей, этот путь начинает зарастать сорняками. Сорняками гнева, сорняками ненависти, сорняками речи, которая полна насилия. Ведь насилие не только физическое. Вряд ли наше общество будет столь активно или столь эмоционально, чтобы выйти на улицу с прямым физическим насилием против инакомыслящего. Хотя никогда не говори никогда и не зарекайся. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Но насилие дискурсивное, интеллектуальное, эмоциональное, вербальное давным-давно существует в латвийском обществе. Оно стремительно распространяется, оно набухает. Это такие чудовищные грозди ядовитого винограда. Вот просто съешь одну ягоду и будешь отравлен. Или впадешь в какое-то националистическое забытье. К тому же я еще раз хочу подчеркнуть, что очень важно понять, что национализм – это беда, это напасть всего латвийского общества. И мы, вне зависимости от нашего этнического происхождения, можем потенциально страдать этой болезнью. Болезнь, которая приводит к разобщенности, болезнь, которая приводит к тому, что мы начинаем терять возможность говорить друг с другом. Мы ее уже стремительно потеряли. По сути дела, это некоторое анимение, скажем, это потеря возможности услышать другого. Это потеря общего языка. А общий язык – это всегда так или иначе какие-то грамматические структуры. А теперь попробуем перенести эту грамматику на политический мир, на политическую реальность. Движение «Освобождение от советского прошлого» меня очень заинтересовало тем, что, по моему мнению, по мнению человека, который на протяжении последних 20 лет занимается анализом культурной памяти или политики памяти, это движение само по себе использует очень много советского. В какой-то степени для меня, и это мое субъективное мнение, это движение само является таким сгустком советского в постсоветском пространстве. Потому что основные тезисы этого движения, доступные мне в публичном пространстве, как раз следуют старинным советским традициям запретить, не дозволить, стереть, уничтожить, перенести, закопать, так, чтобы не было видно. И тем самым попытаться ограничить доступ какой-либо общины или группы к своему прошлому, к своему наследию и тем самым к своей идентичности. Ясное дело, что нашу идентичность создает не только политика, а во многом как раз не политика, а целый ряд других социальных вопросов, социальных, культурных, бытовых. Многие из нас, может быть, даже не задумываются о том, что там стоит на другом берегу реки. Будет это снесено? Не будет снесено. Многие из нас не задумываются о том, что такое 18 ноября, или 9 мая, или 16 марта. Я думаю, многие из нас просто пытаются выжить в этом все более и более ненормальном становящемся мире. Мире, который фрагментирован, который разбит, как вот осколки какого-то волшебного зеркала. Только почему-то зеркало это, мне кажется, злым. Или, скорее всего, это наши собственные изображения в этом зеркале, наши гримасы. Потому что то, что я подразумеваю под потерей общего языка, это как раз и ощущение того, что просто-напросто вместо речи мы начинаем лаять, выть, кричать, орать. Все то, что можно назвать, скажем, такими неартикулированными сгустками нашего гнева и боли. Возвращаясь к движению, я бы хотел проанализировать его как очень важный культурный феномен современной латышской и латвийской культуры. С одной стороны, мы видим, что освобождение от советского прошлого — это что-то, что тяготит латвийское общество. Потому что, будем откровенны, на территории Латвии Вторая мировая война все еще не закончилась. И теперь в войну вступают памятники. В войну вступают все более и более новые группы латвийского общества. Может быть, война становится моложе. Параллельно здесь же, в Европе, буквально в двух часах полета от Риги происходит настоящая война. Та самая страшная война, которую наши салонные патриоты и люди, которые выдумывают себе новые формы бесед, они даже не подозревают о тех страданиях, которые испытывают жители Украины. Я думаю, никто из нас, я, конечно же, в том числе, не подозреваю, что это означает, когда смерть реальна, когда это не кинематограф, не сюжеты в ТикТоке или в Инстаграме, когда это не сюжет для кухонных разговоров или прогулки, а когда это настоящая реальная смерть твоего ребенка или, может быть, твоих престарелых родителей. Именно поэтому настоящая трагедия происходит там, здесь, в Латвии, мы живем в атмосфере, которая очень далека от реальности украинцев. Однако украинское общество показало, что оно может быть единым обществом, тем обществом, которое может противостоять злу и военной агрессии. Что происходит здесь у нас в Латвии? Агрессия в основном состоится у нас внутри латвийского общества. Одним из эпицентров этой агрессии является латвийский сейм. Латвийский сейм избирается нами. Это демократическая структура, которая, в принципе, является нашей проекцией. Тем самым, по сути дела, всеми сидим мы с вами. Латыши, эстонцы, русские, неважно, представители других различных, этнических, религиозных, культурных, сексуальных групп, неважно. С одной стороны, латвийское общество есть часть западноевропейской демократической культуры. С другой стороны, по моему мнению, после вступления в ЕС мы довольно стремительно потеряли связь с европейскими ценностями, и началась такая бурная новая волна национализма. С чем она связана? Возможно, с огромным глобальным потоком, с глобальной скоростью того, что вокруг нас происходит. То есть просто вот в ушах, что называется, свист от того, что мимо нас, к сожалению, мимо, мчатся глобальные темы, проблемы, вызовы, катастрофы, идентичности, которые раньше были не слышны и не видны, а теперь в Латвии мы видим, что культурное, религиозное и сексуальное разнообразие, идентичности, новый язык тела, все это как будто бы вот мы открыли дверь, дверь шкафа, которую мы постоянно пытались держать закрытым. А из шкафа, это такой некоторый каламбур из риторики и словаря ЛГБТ, этот шкаф открыт, и оттуда высыпались различные новые идентичности. В том числе, конечно же, и памятийная культура. И часть памяти латвийского общества, это, конечно же, период советской оккупации. И первой с ее катастрофами, и второй с ее катастрофами. Тем самым мы видим, что для очень-очень многих жителей латвийского общества тема освобождения от памятника является очень глубокой болевой точкой, во главе которой, по сути дела, стоят не интеллектуалы, не те, кто анализирует политику памяти, а те, кто пытается на ней наживаться. Это циничные люди, которые прежде всего жестоки к прошлому своей этнической группы. Они постоянно различными способами пытаются открыть тяжелые раны и посыпать их солью. Лучше всего, конечно же, чтобы инфекция путешествовала по кровотоку общества постоянно, ибо это прежде всего ослабляет наш интеллект, наш иммунитет, наш социально-культурный иммунитет. Мы теряем возможность услышать и увидеть боль и печаль другого. Кто-то из вас наверняка сейчас может сказать, подождите, подождите, а как же с нашей болью? Почему мы вечно должны заглядываться на другого? Почему мы должны думать о другом, оборачиваться, смотреть, не задели ли мы кого-то, не подчиняет ли наш текст, наша фраза в Фейсбуке, наши движения по городу, наши реакции к кому-то боль и страдания? А я думаю, что это как раз возможность может быть в процессе очень острой дискуссии по поводу памятника понять, что мы сейчас являемся частью разрушения общего культурного пространства диалога. Мы почти перестали говорить друг с другом. Наши крики слышны, и слышны даже громче, чем когда-то выступления экспертов, педагогов, историков, философов, учителей, которые каждый день вынуждены общаться с разрозненными аудиториями и объяснять возможности, необходимости общего культурного пространства. Поэтому мы можем принять, как некоторую данность, что снос этого памятника определенной части латвийского населения может стать символической точкой в их версии о Второй мировой войне. Но демократическое общество куда сложнее, чем авторитарное или тоталитарное, или первобытно-общинное. Там я никогда не бывал, но я думаю, что мы довольно стремительно скатываемся как раз к опасно упрощенной культуре памяти. Даже разрушение памятника, его снос или перенос является частью культуры памяти. Мы можем, конечно же, говорить о том, что со школы, со школьной скамьи мы привыкли к тому, что культура – это нечто светлое, высокое, благородное, сложное и, возможно, не всегда доступное. Это некоторые жемчужины того, что создает человечество на протяжении своей истории. В то же время разрушение, смерть, насилие тоже являются частью культуры. Просто мы культуры таким образом можем воспринимать скорее горизонтально, а не как некоторый пик или некоторое, скажем, высотное строение и недостижимые культурные высоты. Это всегда что-то и ужасное. Это всегда что-то, что задаёт нам вопрос, а действительно ли мы являемся культурной общиной, или мы просто новые варвары с новыми гаджетами, с новыми инструментами уничтожения мнения другого. Именно поэтому очень важно понять, что последние несколько недель разрушили то слабое культурное пространство и социальную ткань нашего общества, которая ещё держала нас вместе. Если для одной части общества снос этого памятника будет символической точкой и концом истории XX века, и, возможно, кому-то поможет понять, что в этом городе больше нет памятника, который стал символом депортации их семьи, когда в их семью ночью ворвались солдаты другой страны, другой армии и отправили всю семью в Сибирь. Отправили в смерть, в голод, в ледяной холод и ужас. А что делать с другими людьми, которые ассоциируют этот памятник с могилами тех, кто когда-то боролся против нацизма и в то же время был частью советской системы, советского тоталитаризма? Эти люди, во многом приехавшие после Второй мировой войны, возможно, не имеют в этой стране могил, которым можно прийти и не имеют тех усопших, которым можно поклониться и память которых вспомнить. У них нет места, где прийти, сесть на скамейку и поговорить с памятником. Единственными предметами и пространством памяти, памяти о гибели родственников во Второй мировой войне, был именно этот памятник. Мы прекрасно помним, что советское пространство воспринималось многими как единое, и поэтому внутренняя миграция, которая была очень интенсивна, это была и индустриализация латвийского общества и целый ряд других процессов, привели к тому, что люди нередко как будто бы такими плоскогубцами могли перекусить поток своей памяти, как будто это единый провод, и оставить часть своей памяти где-то в другой республике бывшего Советского Союза, куда может быть сейчас по целому ряду причин доступа нет. Кто-то просто не мог захватить с собой память о своих усопших. Именно поэтому для многих людей этот памятник не является, как утверждает националистическая риторика, символом восхваления Путина и нападения на независимое государство. Я полагаю, что в наших беседах вы прекрасно знаете мою политическую ориентацию, именно поэтому я считаю, что не стоит постоянно тратить время на то, чтобы в 28-й раз доказывать свою лояльность. Однако я полагаю, что по категориям этого движения за освобождение от советского прошлого меня, возможно, тоже скоро могут выслать. Вопрос только куда? Культурно мой город Петербург, но после начала этой войны культурное пространство Петербурга разрушилось, и для меня этот город просто рассыпался. Не только потому, что я не могу больше туда попасть, но и потому, что, в принципе, как в романе Андрея Белого, Петербург, он был призрачный, он был неясный, он был, скорее всего, отражением где-то в темных водах мойки, и он сейчас исчез. Как исчезал, он и разбивался на геометрические фигуры, когда Аполлон Аполлонович ездил в министерство в своей закрытой карете. Петербурга больше нет для меня на какое-то время. Мои города детства в Украине, Житомир, Львов, Ровно, Изюм, из которого рода моя мама, уничтожены. Я не знаю, когда города эти будут восстановлены и как долго продлится эта война. Я не знаю, что происходит с моими родственниками в Киеве, поэтому туда мне тоже дороги нет. Часть моей идентичности и часть моей судьбы связана с Берлином, город, который я люблю и в котором я действительно чувствую то, что мы здесь, в Латвии, находимся просто на другой планете. Это город настоящей свободы и сложнейшего многослойного диалога с тяжелейшим прошлым и страны, и города, и немецкого населения, которое пережило чудовищный дурман нацизма, освободилось от него или была освобождена ценой чудовищных катастроф и жизней европейцев, в том числе и солдат бывшего Советского Союза, и теперь это город и пространство максимальной свободы в современной хрупкой Европе. Что делать с этим памятником? Вернее, что с ним нельзя было бы делать? Я думаю, что прежде всего мои претензии к тому, что последние недели прошли именно в крике, а не в дискуссии. Ни латвийский парламент, ни латвийское правительство, ни Рижская дума, не смогли создать пространство для обсуждения судьбы этого памятника. Так или иначе, памятник этот не является символической собственностью одной из групп латвийского населения или рижан. Это не памятник, против которого объединены все латыши, и это не памятник, вокруг которого, по мнению националистов, устраивают пляски и пикники русскоязычное население. Это ложь. Это специальное упрощение реальности. Упрощение очень функциональное для того, чтобы сохранить дискурсивную власть над сознанием людей. Власть это зло. Оно зло тогда, когда оно не уважает мнение людей, когда оно упрощает мир и когда оно порабощает человеческий дух. В 18 столетии один довольно наивный философ, живший когда-то в Пруссии, Эммануил Кант, верил в том, что общество может прийти к вечному миру. Мы пришли, казалось бы, к перманентной войне. И он верил в то, что человеческий интеллект может освободиться от своего несовершеннолетия. Человек ребенок, ему нужно взрослеть. Человечество ребенок, человечеству нужно взрослеть. К сожалению, человечество так и не повзрослело. Мне кажется, наоборот, мы остались на уровне, скажем так, вечных детятей. Дитя, как говорили, романтика является, скажем, отцом человечества. Дитя мудро, потому что оно не испорчено. Увы, мы не такие дети. Мы озлобленные, капризные, избалованные тем, что, по сути дела, мы не в состоянии найти диалог с другим. Мы его не желаем, мы привыкли, мы разленились. К сожалению, политическая элита не ведет за собой к светлому, доброму, о чем мечтал Кант, а ведет в темноту, в закоулки враждебной памяти, в темные пространства, где давным-давно нет свежего воздуха и света. Это пространство национализма, это пространство ксенофобии. И ксенофобия это будет обоюдоострой. Не будем надеяться на то, что здесь, в этом споре памятников, будет одно правильное, светлое и доброе начало, а другое будет темным, злым колдуном из мультфильмов Диснея. Это не так. Для многих этот памятник является объектом гнева, объектом боли и в то же время пространством для своей семейной памяти, если такова судьба этой конкретной семьи, если такова история сложная, многослойная. Мы обязаны вернуться к сложности этого мира. Если мы это не сделаем, мы превратимся в общество, которым очень легко манипулировать. Нами уже сейчас очень легко манипулировать. Именно из-за того, что мы по уши завязли в битве за прошлое, мы теряем связь с будущим. В этом будущем у нас будут только руины. Параллельно радикальные политики пытаются нас завести в какие-то дебри, я бы даже сказал, карикатурного, скажем, такого очень на тортюфа похожего пространства. Это пространство таких, скажем, псевдо-свитош, по городу циркулируют газеты новых партий, которые пытаются попасть в Сейм, ибо считают, что общество забыло коррупционные схемы бывших политиков, и там нам предлагают контролировать женское тело, запретить аборт, запретить выбор женщины. Это газеты полной гомофобии, и в парламенте существуют какие-то абсолютно комические представители политического мира, нашего перекореженного мира, которые просто-напросто унижают другие общины. Загляните в протоколы Сейма, они полны ксенофобии и речи ненависти. К сожалению, все это происходит без политических последствий. Так вот, что означает лояльность? Согласно движению, которое сегодня будет маршировать по улицам Риги, скорее всего, я тотально нелоялен. И то, что я сейчас говорю, является, условно говоря, формой предательства Родины. Но проблема в том, что общество, это скорее всего лишает меня даже моей Родины. Моя Родина Латвия. И это Родина миллионов людей, которые имеют право думать и мыслить и вспоминать так, как они это делают. Нет неправильных воспоминаний. Есть украденная история. И мы знаем, что мы все страдаем от украденной истории, от истории, которая превратилась в поток фейк-ньюс еще до того, как мы узнали о том, что такое понятие существует. Фейк-ньюс вся советская историография, подчиненная идеологическим структурам, но в ней люди росли, жили, учились, и для многих это единственная форма восприятия реальности также и латвийского прошлого. Нет неправильной памяти, есть неправильная политика памяти, та политика, которая нацелена на то, чтобы запретить, уничтожить и стереть. А это, простите, абсолютно советский образ мышления и образ действия. Мы хорошо также помним, что в 50-е 60-е и 80-е годы постоянно создавалась политика запрета, политика дискриминации латышского языка, политика уничтожения коллективной памяти о Первой республике, о ситуации до оккупации. Что-либо произошло, были успехи в попытке стереть эту память, никаких успехов не было. Было латышское диссидентское движение, была возможность тайно вспоминать свою правильную память. Нет, неправильной памяти, я подчеркну это третий раз. Давайте обратимся к античной трагедии. Она давным-давно все нам, европейцам, уже рассказала в 5-м, 6-м столетии до новой эры. Вспомним Софоку, антигону. Пьеса о том, что было два брата, один из которых защищал город и был хорошим, другой, который нападал на своего брата, это была междоусобная война, и тоже пытался свою версию истории, условно говоря, продвинуть. Оба брата погибли в этой междоусобной войне, город был спасен. Новый правитель одного провозгласил героем, другого провозгласил преступником и запретил его похоронить. Согласно древнегреческой традиции, да и традиции в любой культуре. Если мы не выполняем похоронный ритуал, ритуал погребения, то душа человека не может обрести покой. Там в Аиде Полиник, один из двух братьев, будет постоянно мучиться и не может найти покоя. Покоя не может найти также живые люди, те, кто остались, чтобы помнить. Это Антигона, его сестра. Сестра, которая не может сделать выбор между правильным братом и неправильным. Это Окол и Полиник оба части ее прошлого, часть трагедии ее семьи. И все это происходит на фоне запретов нового правительства. Что происходит? Антигона жертвует своей жизнью, ее замуровали для того, чтобы выполнить назло всем, но прежде всего для того, чтобы обрести свой внутренний душевный покой. Она выполняет этот погребальный ритуал и бросает горстку песка на тело своего брата, который уже истерзанно птицами, псами и начинает гнить на фиванском солнце, под фиванским солнцем. Я думаю, что Антигона сказала нам все, что можно было сказать о трагедии памяти и о долге перед памятью. Именно поэтому в очередной раз скажу, что нет неправильной памяти. Есть разобщающая политика памяти, которая играет с нашей болью, с нашей травмой, не пытаясь ее я не хочу использовать слово переработать, но скорее всего оно все-таки прозвучало, обрамить, изменить, толковать, попытаться создать форум, новое культурное пространство, в котором мы все могли бы собраться вокруг этого памятника и тогда, наконец, пали бы эти цепи, исчез бы этот дурман того, что латыши направо, русские налево, латыши 16 марта, русские 9 мая, меня тошнит от этого разделения, это разделение отравляет наше будущее, мы все больны нашим прошлым и у нас почти нету пути в будущее, потому что мы сейчас его блокируем, мы цементируем, нас как антигону замуровали, а замуровали, потому что будет внесен этот памятник и все еще, насколько я понимаю, может быть я ошибаюсь, я надеюсь, я ошибаюсь, но у правительства нет никакого сценария о том, что делать дальше с этим памятником, будет ли альтернативное пространство или он просто превратится в груду камня, бетона и каких-то других строительных материалов, что произойдет с местом, где когда-то стоял этот памятник, и еще хочу предупредить тех, кто так и не решился прочесть античную трагедию, я имею ввиду наших политиков, и тех, кто не решился привлечь русскоязычных интеллектуалов, я таким себя не считаю, я всего лишь читаю чужие книги, об этом рассказываю студентов, но вокруг меня есть много очень талантливых философов, специалистов по СМИ, учителей, филологов и так далее, историков, которые могут предупредить, могут рассказать о том, чем чревата борьба памятников, так вот, те, кто не читали античную трагедию, должны все-таки попытаться это сделать, если у них нет времени, я расскажу им вкратце главную суть культуры памяти Древней Греции, алтари, которые исчезли, алтари, которые снесли или сожгли, они остаются навсегда, памятник, который будет снесен, останется там навечно, он будет памятником призракам, он будет памятником суррогатам, он будет памятником, вокруг которого будут создаваться такие каменные стены, такой ров, куда не проникнет ни одна попытка создания общего культурного пространства, которое мы с вами здесь вот уже 8 сезон пытаемся найти. Любой нарратив, любой рассказ, любая попытка создать общее культурное, памятийное, историческое пространство в Латвии будет блокироваться теми, кто будет читать, что их алтарь осквернен. Да, этот памятник есть частично формула советского тоталитарного режима и памятийной культуры. Таким он остается, и об этом надо знать и школьникам, и широкому обществу. Но это было бы возможно, если бы мы могли этот памятник переформатировать, если бы мы его перепрограммировали у себя в голове. И тогда в пространстве он оставался бы скорее тем, что давно существует в немецкой памятийной культуре. Это памятник как знак, который указывает на опасности, на опасности, которые скрываются в прошлом и которые могут передаваться нами по наследству в будущее. Это памятник, указующий перст. Это памятник, который предупреждает. Знаете, есть знаки предупреждения. У меня нет прав вождения, я так и не смог осилить это, но я знаю, что есть часть знаков, которые предупреждают об опасности. Так вот, среди этих знаков мог бы появиться и этот памятник. Теперь, когда его физически не будет, а скорее всего это и произойдет, вернее нет, я уверен, что это произойдет, латвийское общество, увы, пока не может воспринять довольно, как мне кажется, несложную логику того, что именно история неоднозначна. А там есть слои, которые наслаиваются друг на друга, они как бы пересекаются, путаются. Это целый клубок нитей, а не прямая, четкая, ясная линия. Вообще мир никогда не был простым. Это ложь, ложь популистов о том, что в этом мире есть черно-белое. Вернее, они его пытаются создать, но мы-то должны этому каким-то образом противодействовать. Как? Услышать боль другого. Услышать то, что памяти, уничтожение памяти, это ее увековечение. Причем не открытая концепция, где можно постучаться, войти и сказать, а вы знаете, а было по-другому. Или мы думаем, что было по-другому. Мы можем показать вам другую версию, попытайтесь нас услышать. А в основном черно-белая версия — это наглухо закрытые окна и двери. И, условно говоря, никого нет дома. Такие двери стучатся бессмысленно. Это пустая трата времени. И в то же время это упрощение политического дискурса. Впереди у нас в самом начале октября выборы в семь, которые пройдут в атмосфере иконоборчества, атмосфере сноса памятников и моментального восстановления этого памятника в ментальных структурах тех, кому этот памятник был нужен. Латвийское общество должно понять, что эти солдаты освободили Латвийское общество от нацизма, от чудовищной идеологии и принесли со своим оружием на своих сапогах, если так можно выразиться, другой тоталитарный режим. Мы сейчас не будем их измерять и сравнивать. Это вопрос историков и конкретных исследований монографии. Но то, о чем я хотел бы попытаться предупредить, это то, что памятник этот будет навсегда там, где он сейчас стоит, до сноса. И часть латвийского населения навсегда уйдет в подполье. Назовем это памятийным подпольем. Это не будет политическое подполье. Латвийское общество и национальное меньшинство довольно пассивно. Мы почти не выходим на улицы, когда нас беспокоят социально-экономические вопросы. Нас задевает только родной язык и память предков. Это все, на что мы способны. Это много и в то же время очень мало для нашего будущего. Поэтому в стороне права человека, права меньшинственных групп, в том числе русскоязычного населения, кто-то сейчас надеется на какое-либо представительство русскоязычных меньшинств в культурном пространстве. То, что сейчас будет происходить, это культура отказа, отмена и культура попытки заглушить другого. И понятное дело, что и русский язык, и русская культура для, скажем, оголтелых националистов станут, или вернее, останутся символами зла. И тем самым еще один виток ненависти, еще один виток гнева, еще один виток боли. Причем во всем этом шуме будут появляться те, кто захотят как раз и владеть нашим сознанием и тем самым отобрать у нас наше совершеннолетие, о котором когда-то говорил упомянутый мною Кант. Я думаю, что лояльность это то, что происходит с нами каждый день, и только мы сами можем решить, насколько мы хотим участвовать в создании этого общества. Это всегда наше индивидуальное решение. Создавать комиссии по лояльности или находить новых саванарол, которые будут определять, кто лоялен, кто нет, кто религиозен, кто нет, это скатывание в хаос мрак и бред. Поэтому, увы, я должен сказать, что движение за освобождение от советского прошлого начинать надо с себя. Не стоит выходить на улицу и сейчас каким-то образом создавать дополнительное напряжение и атмосферу вербального насилия. Начните с того, что попытайтесь увидеть, насколько в самих вас скрывается советского. Попытайтесь понять, что уничтожение мест памяти это советская традиция. А переформатировать, открыть, начать спорить, начать создавать новую версию о едином прошлом, это очень сложно. Это уже высший пилотаж. И это для обществ, которые зрелые. А мы все еще какие-то тинейджеры, которых швыряют из стороны в сторону, мы скорее огрызаемся друг другу, чем пытаемся услышать. Если мы зрелое общество, мы должны понять, что этот памятник не угроза, а шанс. Шанс для того, чтобы попытаться создать общую историю об общей трагедии 20-го столетия. На этом я хотел бы сегодня завершить мой монолог. На следующей неделе мы вернемся снова к формату диалога. В студии будет философ Игорь Губенко. Мы поговорим как раз о том, с чего я начал сегодняшний свой монолог. А о том, что разрушилась общая грамматика латвийского пространства, и нам нужен новый алфавит. Я благодарю Евгения Копейна за обеспечение технической стороны нашего эфира. А политикам советую читайте книги. До свидания.